Привет и добро пожаловать в очередной выпуск научно-развлекательной передачи «Пульс живой Вселенной». Сегодня мы с вами в гостях в Европейской Южной обсерватории, главной астрономической организации Европы. Субтитры создавал DimaTorzok Европейская Южная обсерватория была образована 5 октября 1962 года усилиями пяти стран. Но зачем вдруг европейским астрономам потребовалось объединяться? Давайте спросим об этом у великих астрономов прошлого. У нас звоночек. Здравствуйте, господа. Спасибо, что вы решили поучаствовать в нашей передаче. Мой первый вопрос – а зачем вообще нужно было объединяться европейским астрономам? Для начала я хотел бы сказать спасибо вам за эту возможность участия в таком замечательном событии. Астрономия в Англии в мои дни была делом нескольких энтузиастов, которые проводили свои ночи, смотря в окуляр. Иногда они даже не общались друг с другом. И еще у нас было плохое понимание того, что же происходит на континенте. Поэтому профессиональные астрономы начали объединяться, создавая обсерватории в своих городах и в Лондоне. Королевская академия стала еще одним важным шагом к продвижению науки. Я могу только представлять себе, чего могла бы достичь наука, если бы все профессионалы европейских стран объединились в одну научную организацию. В мои времена очень часто получалось так, что ты приходил в академию рассказывать о своем новом открытии и внезапно обнаружил, что оно уже было кем-то совершено. Например, М2 – небольшая туманность в Водолее. Ну, в действительности это было шаровой скопление. Ну да, конечно, если позволите. Так вот, оно было открыто Жаном Домиником Моральди в 1746, а я нашел его независимо в 1760. И образовалось некоторое недоразумение. И это всего лишь один случай. Если мы говорим о финансировании, головной болью любого директора обсерватории является поиск средств. Проще найти финансирование сразу от 10 стран, чем, например, от моего берлинского муниципалитета, который всегда делает тебя зависимым от их капризов. Это да. Поэтому 5 октября 1962 года было объявлено о создании обсерватории. Но почему астрономы пошли на юг? То, что я сказал своему сыну, Джону, я сказал, «На юг, Джон, ты не найдешь лучше неба, чем в южном полушарии». Здесь, в Лондоне, мы не увидим даже 10% того, что ты увидишь там. Парижское небо очень загрязнено светом, и положение ухудшается год от года. Спросите Де Шезо, он скажет. Берлин начал становиться индустриальным городом, с большим количеством пыли и гари. Облака с Балтики приходят практически каждый второй день. Это очень неприятно и раздражает настоящего астронома. Поэтому астрономы должны были найти другое место с темными и чистыми небесами. Я слышал, что они оказались в результате в Чили. Да, на площадке Сьерра Паранал. Но что еще нужно астрономам, по-вашему? Без сомнения, это большой, огромный телескоп. Если бы у меня был твой телескоп, Вильям, может быть, ты лучше предпочел бы монстр Лорда Росса? Да, конечно, дайте два. Я бы еще добавил, что должны быть еще какие-то технические средства, для того, чтобы собрать и обработать свет. Фотография хороша, но очень медленно. Нам нужно что-то лучше. Да, у нас есть приборы с зарядовой связью или матрицы размерами в миллионы пикселей. А диаметр телескопов очень большого телескопа, европейской и южной, составляет 8 метров, и это не считая почтенных 4-х метровых. Итак, у нас есть время, место, телескопы. Чего еще не хватает астрономам, по-вашему? Я бы снова сказал, нам нужно общение. Когда я пытался наблюдать кометы, мне нужно было знать, если кто-то уже наблюдал этот кусочек неба, и какие результаты он получил. Каталоги звезд и туманности должны публиковаться и быть доступными всему научному сообществу. И также дайте возможность общественности посмотреть на все это дело. А на это есть свой ответ. Интернет. Теперь астрономические каталоги доступны всем желающим. Невероятно. Круто. Восхитительно. Как я могу стать астрономом европейской и южной? Итак, господа, спасибо вам огромное за то, что вы согласились принять участие в нашей передаче, посвященной 50-летию Европейской Южной Обсерватории, самой передовой научно-астрономической организации Европы. Большое спасибо. Спасибо, мадам и месье. До свидания. У Европейской Южной Обсерватории самые лучшие наблюдательные площадки в мире. В Чили, в пустыне Атакама. Там они установили самые лучшие, самые передовые телескопы нашего времени от двухметрового телескопа новой технологии и четырех восьмиметровых гигантов ОБТ до телескопа АЛМА. И вот 11 октября 2012 года европейские астрономы собрались в Мюнхене, чтобы... Впрочем, давайте посмотрим, что там было. Привет, друзья. Мы с вами находимся в Мюнхене. За моей спиной бывшая резиденция баварских князей, королей. А сегодня здесь короли европейской астрономии и Европейская Южная Обсерватория будут праздновать свое 50-летие. Давайте посмотрим, как это будет. Резиденция кенунгов, баварских королей, находится практически в центре Мюнхена. Сейчас это комплекс зданий, музеев, залов для церемоний, которые сдаются для торжественных мероприятий, а также Мюнхенская опера. Императорский зал – роскошное место для приемов на уровне бундесканцлера или президента. И здесь Европейская Южная решила собрать самых лучших астрономов Европы, чтобы отпраздновать свое 50-летие. Спасибо за поздравление. У нас действительно счастливый юбилей 50 лет основания обсерватории. Следующим нашим большим проектом является строительство европейского сверхбольшого телескопа, который, возможно, найдет доказательства биологической активности на планетах, обращающихся вокруг других звезд. Что будет потом? Европейская Южная Обсерватория продолжит строить фантастические телескопы. Как сказал директор Европейской Южной Обсерватории, они собираются строить фантастические телескопы, одним из которых, без сомнения, станет Европейский сверхбольшой телескоп, сегмент которого был выставлен в соседнем зале. К нему мы еще вернемся. А пока давайте пройдемся по выставке Awesome Universe – великолепная вселенная, фрагменты которой вы могли увидеть и в Украине, и в других странах в рамках международного празднования юбилея. Но время идет, и на красной дорожке начинают появляться почетные гости. Министр Германии, федеральной земли Баварии, представители других европейских государств. Идут гости, выдающиеся астрономы, а вот и наш собеседник, доктор Мишель Майер, один из самых известных и уважаемых охотников за экзопланетами в мире. Отец одних из самых лучших спектрографов, открывший первую планету у звезды солнечного типа 51-й Пегаса, а также самую богатую на текущий момент планетную систему ГЛИС-581. В настоящий момент единственными критериями определения, может ли планета быть обитаемой или нет, является масса планеты и ее расстояние от звезды. Поэтому, определив ее орбиту, мы с самого начала можем сказать, может она быть обитаемой или нет. Но это не всегда получается. И в настоящий момент у нас 4, наверное, всего 4 хороших кандидата, находящихся в зонах обитаемости своих звезд. Так что это всего лишь демонстрация того, что мы можем непрерывно находить объекты подобного типа. Некоторые из них обращаются вокруг М-карликов очень малой массы. И это, наверное, не очень хорошо, поскольку у этого типа звезд есть определенные проблемы. Но у нас сейчас есть, по крайней мере, одна звезда, которая не относится к этому типу. Спасибо доктору Майеру за такое интересное интервью. Ну вот, гости переходят в императорский зал. Весь вечер на сцене ведущий доктор Джолиске, знаменитый доктор Джей. Дамы и господа, уважаемые гости, добрый вечер. Я Джолиске, астроном Европейской Южной обсерватории. Мне выпала большая честь и также большое удовольствие быть ведущим этого вечера. Мы собрались здесь, в этом величественном императорском зале в резиденции в Мюнхене, чтобы отпраздновать замечательное событие, 50-летний юбилей Европейской Южной обсерватории. Я очень горд объявить о присутствии шести министров и двух послов из стран-участников и Чили. Европейская Южная – это история успеха, и этому есть множество доказательств. Первое и самое важное – она предоставляет астрономические данные высочайшего качества астрономов и стран-участников. Площадки Европейской Южной оборудованы самыми лучшими передовыми приборами, которые были построены в тесном сотрудничестве с организациями стран-участников. И последнее, но не окончательное – Европейская Южная – это европейский форум, где обсуждаются, принимаются и притворяются в жизнь важное решение о развитии наземной астрономии в Европе. Дамы и господа, здесь, в Германии, мы гордимся тем, что наша страна находится среди ключевых участников Европейской Южной, являясь в то же время страной, в которой находится штаб-квартира обсерватории в городе Гархен. И мы поддерживаем амбициозную, но очень реалистичную цель в обеспечении исследований Европейской Южной обсерватории передовыми технологиями мирового класса. Мы хотим и дальше придерживаться этого пути. Дамы и господа, любопытство – это основа научных исследований. Это основная направляющая сила открытий и изобретений. Научная лаборатория на Марсе под названием Curiosity – любопытство. Демонстрирует, чего могут достичь любопытные ученые и исследователи, давая нам замечательные изображения, Красной Планеты. С созданием Европейской Южной обсерватории Бавария получила определенные преимущества, потому что большая часть бюджета Европейской Южной была инвестирована в Гарфинг. Почти 30 миллионов в год. Спасибо вам большое. В последние 10 лет Европейская Южная заключила большое количество контрактов в секторе высоких технологий с немецкими и, в частности, баварскими фирмами на сумму в сотни миллионов евро. Европейская Южная – это большое достояние культуры, потому что астрономия больше, чем просто наука. Это средство самовыражения человечества, способ понимания нашего места во Вселенной, который не знает границ и возвращает нас к самому началу нашей цивилизации и, возможно, еще дальше. Астрономия – это, очевидно, мощные телескопы и технологии, которые стоят за ними. Чтобы развиваться, необходимо создавать идеи вместе с технологиями мирового уровня, технологиями, которые могут раздвинуть границы чувствительности приборов. В 1994 году мы с коллегами сформировали команду поиска сверхновых с большими красными смещениями. Мы изучали взрывающиеся звезды, чтобы воспользоваться их свойствами и измерить коэффициент расширения Вселенной. Возвращаясь к тем дням, в начале 1995 года, поиск сверхновых не был такой простой задачей, как я поначалу думал. Сейчас бы я сказал, что она стала еще труднее после принятого мною глупого решения дирижировать нашим первым поиском из Австралии при помощи программ и скорости соединения, поддерживающего строго один символ в секунду. Когда, казалось, все пропало и наш проект завершится, не найдя ни одной взорвавшейся звезды, мы внезапно нашли объект, который возродил наши надежды. Этот объект выглядел как сверхновое, но нам нужен был очень важный спектр для подтверждения, что это так и есть. Без него мы никогда бы не смогли доказать, что это сверхновое. Нашим последним шансом были Бруно Ляйбенгуд и Джейсон Спирамилла, астрономы Европейской Южной, работающие на телескопе новой технологии НТТ Бласилла. И, благодаря удивительному качеству изображений этого телескопа и настойчивости этих двух астрономов, нам удалось получить спектр, который показал, что это была самая далекая сверхновая, дальше, чем мы ожидали. Наша программа поиска сверхновых была спасена, а научные учреждения Европейской Южной продолжили выполнять ключевую роль в ней в течение следующих трех лет, вплоть до открытия ускорения расширения Вселенной в 1998 году. Я не только вижу будущее астрономии Европейской Южной обсерватории ярким, я бы сказал, что будущее астрономии и есть Европейская Южная обсерватория. Я убежден, что будут появляться новые вопросы в науке. В этом нет сомнений. 50 лет назад у нас не было ни малейшего понятия, что мы откроем ускорение расширения Вселенной. А технология, позволяющая находить планеты у других звезд, что было мечтой столетий, появилась только в конце 90-х. Как сказал великий философ Гераклит 25 веков назад, если вы не ожидаете найти неожиданное, то вы его и не найдете. Я надеюсь, что мы сможем раскусить орешек темной материи и темной энергии. Нас ждет продолжение волнующего поиска экзопланет, который только-только начался. А дальше состоялась церемония подписания сегмента зеркала Европейского Сверхбольшого Телескопа странными участниками обсерватории. В добрый путь, Сверхбольшой! 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 Продолжение следует...